приветище мы находимся в субнатике ты уже понял по нашему циклопу точнее по императору морей до нашего циклопа зовут именно так император морей потому что кругом одни императоры левиафаны ну какие-то гигантские такие создания вот и циклоп у нас будет тоже названо как гигантская огромная махина значит что у нас есть давайте покажу что я сделал я сделал стазис винтовочку сейчас мы ее возьмем в руки вот такая вот здоровенная пушка пукалка как я их называю сейчас мы пойдем с тобой и попробуем ей кого-нибудь шандарахнуть посмотрим каково это стрелять из тазис винтовки значит достаем ищем какую-нибудь крупную ребёку например жду на перду на или может быть сталкера ты видишь кого-нибудь я нифига не вижу вон он вон смотри ждун плавает ждун пердун подожди не перди стреляем о так я не понял винтовка не работает что или что или как попытка номер два по-моему я попадаю в водоросли из-за водоросли я не могу попасть в ждуна или ждуну просто по барабану на все так пойдем подальше от водорослей вон пойдем в сталкера пульнем сталкера ловим во наконец-то наконец а если я вот так вот еще короче я могу их несколько раз вот так вот замораживать не давая им уплыть с этой зоны тем самым я могу контролировать их движение но до тех пор пока у меня не сядет батарейка я выстрелил порядка семи раз и мой заряд составил 98 процентов получается что на 7 выстрелов у меня тратится 2 процента и это означает что вполне реально можно контролировать какого-нибудь гиганта например жнеца или еще того имперского дракона или как его там император драконов императорский дракон ну короче неважно ты понял о ком я также ты в комментариях написал что можно заниматься строительством прямо в циклопе и поскольку циклоп выжирает огромное количество энерго ячеек мы построим здесь зарядное устройство энерго ячеек собственно стоим один здесь еще один здесь и вот здесь теперь идем значит с тобой в комнату модификации а нифига себе я не могу туда пройти твою ж налево из-за этой энергии ячейки я не могу туда пролезть отожрался блин ладно тогда мы убираем эту энерго ячейку во теперь мне ничего мешать не будет идем значит нашим модификатором здесь мы видим что установлены несколько улучшений это модуль эффективности двигателя чтобы циклоп не так быстро выжирал батареечки гидролокатор очень полезная вещица которая отображает трехмерную карту в кабине капитана ну и также ремонтный модуль для стыковочного отсека в принципе на этом все это все что я хотел тебе показать так что циклоп в принципе у нас готов к дальнему путешествию единственное что я еще хочу сделать это залезть вот сюда в хранилище вытащить энерго ячейки поставить их на заряд и вот задается вопрос если циклоп питается от энерго ячеек то чем же он будет заряжать вот эти энерго ячейки которые я хочу поставить на зарядку получается эти энерго ячейки будут заряжаться от тех энерго ячеек которые стоят циклопе я понимаю что это головная боль но выглядит это так все я установил все энерго ячейки и думаю а чего если мы попробуем сюда поставить ядерный реактор да попробуем его здесь заморгать ядерный реактор ресурсов у меня конечно нет и поставить мне кажется что мы его сюда не можем ну да поставить мы его сюда не можем Поплыли на плывучий остров. Задравить шлюз. Шлюз. Завести машину. Двигатель выключен, я в курсе. 39% зарядов у нас осталось у циклопа, это очень печально. Заводим двигатель. Двигатель запущен. Значит, где наш гидролокатор? Вот он. Включить гидролокатор. Смотри, как он теперь работает. Он полностью отображает всю карту. И это очень круто. Теперь я понимаю, куда мне нужно плыть. Это во-первых. А во-вторых, когда я спущусь в какую-нибудь пещеру, это мне чертовски поможет, чтобы не врезаться в какую-нибудь скалу. Так, ну вот, батарейки уже сели. Капец. Значит, вырубаем двигатель. Пошли менять батарейки. Глянем заодно, насколько зарядились у нас эти энергоячейки. Первый отек зарядился 67, 66, 68, 69. Короче, как я и думал. Вот эти батарейки отдали свою энергию зарядным устройствам. Идея была фуфловая поставить зарядное устройство прямо на циклоп. Итак, мы заменили все батарейки. И я хочу попробовать построить солнечные батареи на крыше циклопа. Мне вот интересно, получится у нас это или нет. Солнечная панель. Ресурсов у меня, правда, нет. Да и нафиг они не сдались, потому что солнечную панель мы все равно не можем установить на циклоп. Что очень нелогично. Это же современная, черт подери, подлодка. У нее должно быть все, в том числе и солнечная батарея, чтобы заряжаться, когда она всплывала на поверхность. Значит так, для экономии энергии мы отключаем внутреннее освещение. И не будем включать гидролокатор. Пока не заплывем в какую-нибудь пещеру. А вот он и наш островок. Выглядывает из тумана. Перечитав еще раз бортовой журнал The Gezi, которая проживала на этом плывучем острове, я узнал, что они спускались на глубину 200 метров, ниже уровня моря, и обнаружила сканерами какой-то выключатель. Но до него так они и не смогли доплыть. Вот она эта отметка. Ваш малец обнаружил что-то на сканере. Там внизу есть что-то, чего там не должно быть. На этом борт-журнал заканчивается. Ну а мы отправляемся на глубину глубже, чем 200 метров, чтобы узнать, что же все-таки обнаружили сканеры The Gezi. Так, оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо, чуть не влетели в скалу. Давай включим гидролокатор. Пусть он нам отображает всю картину здешних скал. Чертовски опасное место, очень много коконов. Жалко, что я не могу посмотреть себе под ноги, потому что у меня здесь рубка управления. А мне этого чертовски не хватает. Значит так, нам сейчас нужно развернуться на 360 градусов. Под нами коконы в огромном количестве. Как ты видишь. Вон там наш кайдзю в 2000 метрах от нас. Воу-воу-воу-воу-воу! Смотри, 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 смотри! Ты видел? Чё гидролокатор показал? Смотри, чё это там такое? Что-то шевелится. Ядрёнка ладить, что это такое? Сколько метров? 330 метров. Батюшки мои! Какого лешего? Что это за существа, ходящие по дну? Так, надо вылезти. Нет, я не буду власть. А вдруг они меня сожрут? Давай через камеру. Ты слышишь, как они гудят? Будят. Так, камеры. Ёкарны ты мои, макароны с ушей с ними. Это чё за херня? Похоже, знаешь на что? На огроменных комаров. Вот это их лапки, а вот это вот... Ну, тоже лапка, потому что они ей ходят. Но похоже, это больше на нос комара, который высасывает кровь. А в данный момент высасывает силу земли. Вроде бы они, знаешь, выглядят так безобидно, как слоны. Пойдём поближе подойдём. Отсканим их. Подружимся. Поболтаем. А, подожди, надо выключить этот... Нифига себе, они как киты там. Отключаем двигатель. Выходим из нашего циклопика. Капец. Слушай, они больше похожи на каких-то мехов. Вот это у них турбины. Кстати, да, они вроде безобидные такие, прикольные товарищи. Можно их отсканировать. Давай сканерём, посмотрим, что это за существа такие классные. Блин, реально они мне напоминают либо мамонтов, либо слонов. Вау, как они орут. Смотри, какое у них днище. Пузо. Кстати, я под них заплыть не могу. Вот в чём прикол. Видимо, они могут... Ооо, ооо, как это... Как это жёстко. Капец. Они меня, в принципе, могут растоптать. Как нифиг делать? Морской топтун. Вот как их называют. Отсканим их сейчас по-быстренькому. Ну, а теперь давай почитаем, что это за существа такие. Обитающие на 375 метрах. Это чё, он пнуть хотел меня, что ли? Или это он своему другану так под жопник дал? Огромный двуногий левиафан. Двуногий. Значит, всё-таки вот это, это его нос. Стадами путешествующие по рифам, обедая дно. Я был прав, что они сосут дно. Всё-таки это нифига не топтуны, а огромные комары, сосущие дно. Вытянутая морда. Служит для засасывания растительности с морского дна и для поддержания равновесия. Я думаю, что носяра всё-таки не только выполняет функцию рта, но и также третьи ноги. Большие стадо могут уничтожить флору в одном месте выпаса, что стимулирует кочевое поведение морских топтунов. Семьи держат молодняк в центре стада. А родители могут резко легнуть чрезмерно любопытных чужаков, ищущих лёгкой добычи. А, ну то есть это тогда он меня хотел легнуть. И в принципе, если бы у него это получилось, боюсь, я бы погиб от очень жёстких переломов. Оценка. Морские топтуны могут откапывать минеральные залежи, перепахивая песок. О, так они для меня полезное дело делают. Молодцы, ребята. Ладно, спахивайте землю. Заводим двигло. Включаем гидролокатор. И ищем здесь пещерочки. Смотри-ка, а чё это тут такое? Ты видишь? Ты видишь, ты видишь, ты видишь? Там строение, что ли, какое-то есть? Опачки. Фильтр. Воздушный фильтр инопланетян. Значит, где-то здесь есть инопланетная база. Осталось только и... Ой, 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 ой. Чё-то я врезался. Даем задний ход. Погудим. Чтобы рыбок там не сбить задом. В общем так, я нашёл здесь какую-то пещеру. Но опуститься ниже я не могу. Придётся воспользоваться нашим крабом. Опускаемся как можно ниже. Вот так вот. Всё, выключаем двигатель. Высаживаемся. Отлично. Мы высадились. И нам теперь нужно опуститься вот сюда. Воу, как там глубоко. Ладно что, пошли делать дела. Нам нужно найти инопланетную базу. Офигеть, сколько здесь куконов. Жесть. Сканирование показывает обширную пещерную систему под поверхностью данной области в сочетании с необычными энергетическими сигнатурами. Ага, значит мы где-то рядышком бродим. Смотри, чё нашёл. Похоже на какое-то яйцо существа. И я думаю, что это яйцо мегамозга. Мы его обязательно вырастим в нашем аквариуме. Ну а также я нашёл зелёную жижу, которая указывает на то, что мы где-то рядышком с инопланетной базой. Ну или как минимум рядом с пещерой, где есть что-то важное. Да, вот она пещерка. Мы зашли в неё. Сразу же вижу огромные кости. Падаем в эту жижу. Может мы что-то в ней найдём интересное для себя. О, почти вот эта вещица мне нужна. О, надо обратно, срочно обратно, обратно, обратно. Офигеть. Чё за фигня, чё за фигня? Фух, слава богу, я в энциклопе появился. Короче, вот эта зелёная жижа, это газ. Который очень опасен для меня. В общем, лучше мне в него не погружаться. А как же мне теперь моего краба достать? Вот он, наш крабик. Мы сейчас попробуем опять залезть в эту зелёную жижу. И надеюсь, что в этот раз я не помру. А если помру, то это будет очень печально. Давай попробуем вначале. Сразу залазим в краба, всплываем. Фух, я успел. Доступ к улучшениям, открываем. И убираем бур. Что ж, пойдём собирать. Кристаллическая сера. Она мне очень нужна, чтобы сделать улучшенный джетпак для краба. Опачки. Чё это там так? Челюсть. Огромная ч... Вау. Вау, вау, вау. Какой здоровячок. Здесь инопланетные какие-то строения. Ух, как фризит-то жёстко. Какие-то глюки. Нифигасими. Это чё за чудо-штука? Чё здесь вообще происходило? Они так подсветили этот скелет, как будто это какой-то музейный экспонат. Я могу это отсканировать? Очень любопытно. Да, могу. Древний окаменелый скелет. Скелет бронированного плотоядного животного возрастом в миллион лет. Экстраполяция указывает на то, что данная форма жизни была бы значительно больше, чем любое другое существо, встреченное на этой планете. Океаны того времени должны были бы сильно отличаться, чтобы поддерживать жизненные формы такого размера. Иметь гораздо более просторный ландшафт и намного больше представителей из разрядов левиафанов. Махина, я тебе могу сказать, просто очуметь каких размеров. А я внутри скелета. Внутри этого чебурека. Ха, ты посмотри, какой я скал. Да, учитывая, что он был плотоядным, то жнецом он перекусить мог как нефиг делать. Возвращаемся в нашего храбика, а то у нас кислородик уже заканчивается. Так, слушай, ну если здесь есть инопланетное строение, то наверняка должна быть где-то и база рядом. О, вижу там какие-то дверцы. Ну-ка идем туда. Че это у нас здесь такое? Я не понял. Еще и ворота защитные стоят. Че здесь нужно? О, вставить скрижаль. Оранжевую. Да вы че издеваетесь, еще и оранжевый скрижаль есть. Капец. А где мне ее искать? Короче, мне теперь нужно найти голубую скрижаль и оранжевую скрижаль. Ну ладно, чего. Раз там двери закрыты, скрижали нету, идем обследовать другую часть этой пещеры. Смотри, смотри, че там светится так. Это че за ерунда там? И призрачный левиафан. Ё-моё, а ты посмотри, какие кости. Отишуеть, у меня мурашки побежали по коже. Сканирование местности показывает, что данный биом содержит необычно высокую концентрацию органических и окаменелых останков. Ой, батюшки. Че сейчас здесь будет? Капец, куда я забрел. Ты только глянь на эту челюсть. Она еще больше, чем та. Или, в принципе, такая же, я не знаю. Но головень у него огроменна. Что это за существо такое? Давай попробуем к нему в пасть погрузиться. Да не ори ты! Я тут видосик пытаюсь записывать. Залазим к нему в пасть. Надеюсь, что сюда никакие левиафаны не заплывут. Попробуем все это дело сейчас отсканировать. Я могу отсканировать же его? Прикинь, не могу. Так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Фух, успел. Чуть не откусил у меня попца. Ты глянь только, какие здесь кости огромные. Ты представь, какой он здоровенный был. Эти кости больше в пять раз, чем здешние левиафаны, которых я видел вообще. Блин, ну можно я как-нибудь это отсканирую? Пожалуйста. А то меня тут схавают. Не, походу я это отсканировать не могу. Слишком большие кости. Если бы эти кости накрыть каким-нибудь брезентом, то это получился бы какой-нибудь огромный город. Ну ладно, ладно. Не город, а шатер. Цирковой такой шатер. Обследование пещер подошло к концу. Мы возвращаемся на нашего императора. Ты подожди. Ты видишь? Это там строение какое-то или у меня глючит? Ну-ка пойдем глянем. Твою ж налево. Это же постройка Дегезии. Или нет? Или да? Очешуеть. Вот это я удачно вылез. Ты глянь, какой он здесь здоровенный, йокарный. Он больше, чем все те остальные, которых я когда-либо видел. Давай-ка прицепимся к нему. Эта фигулина меня теперь переследует. Надо бы ее разбомбить. А задолбал меня. На тебе в сраку, бур. Плыви отсюда. Наконец-то, учесал. Итак, еще одна глубоководная база Дегезии. Что они тут? Опа. КПК. Давай возьмем. Журнал Пола Торгала. Номер 3. Пришел из ниоткуда инопланетный кракен размером больше циклопа. Я ж говорю, это какой-то огроменный кракен. Я прям офигел с него. Этот кракен проделал дыру прямо сквозь укрепленный корпус. Я едва успел надеть дыхательный аппарат вовремя. Я говорил ей, я сказал, что придут другие. Видимо, это не первый кракен, который на них уже напал. Меня отбросило в сторону от жилища, а тварь повернулась и рванулась ко мне. И когда ее щупальца уже были на расстоянии броска, откуда ни возьмись появилась Мейда. В одной руке у нее был глайдер, в другой зазубренный кусок металла. Она собиралась убить зверя, или умереть, пытаясь. Последнее, что я видел, как она всадила металл в его шею и висела. В то время, как чудовище изо всех сил старалось стряхнуть ее, уползая во тьму. Я уверен, она получила то, чего хотела, так или иначе. Затем мне показалось, что я увидел свет далеко внизу. Я надеялся, может быть, Барт сумел уплыть. Я поплыл за ним. Теперь я думаю, а видел ли я вообще хоть что-то. Кислород на исходе. Жилища больше нет. Я не вижу неба. Что-нибудь точно почует мою кровь. Да, не сладко Дегезии пришлось. Давай же все-таки изучим их базу. Наверняка мы найдем здесь что-нибудь полезненькое. Фенофонарик? Твое время настало. Входим в основную часть жилого модуля. О, у них есть бухлишечка. Жалко, я его забрать не могу. О, еще один КПК. Бортовой журнал Дегезии болезнь. Ну, это очевидно, что вся команда была заряжена этой болезнью, что и я, в принципе. И они погибли от нее. Ласт и зарядка. Нифига себе, такие есть. Кстати, я кровать могу отсканировать. Одноместная кровать. Фоторамка. Офигеть, сюда фоточки, что ли, можно загружать? Кофейный аппарат у меня, он уже есть. Так, ну тут вроде бы все. Надо бы подняться на второй ярус. Лесенки я правда не вижу. О, нифига себе, рука краба. А, подожди, это... А, это мой краб. Он частично врезался в жилой модуль Дегезии. Хе, я уж думал, откуда тут рука краба-то? Ведь краб это чисто авроровская же тема. У Дегезии таких не было еще в то время. Все-таки 10 лет назад. Навряд ли там такие технологии были. Да, если кто не знал... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Твою ж налево. Их там два, ты глянь. Так вот, о чем я? Если кто не знал, то вот эта база была построена 10 лет назад. Это получается, что я использую технологии десятилетней давности. Потому что вот таких вот жилых модулей у Авроры нет. И попросту не было. Где здесь? Давай-давай, плыви отсюда. Быстренько забираемся в люк. У-у-у! Успел. Ха-а, не поймал. Так, что у нас здесь? У нас здесь огромный аквариум. Он у меня уже есть. А тут чего? О, ящичек. Генератор щита циклопа. Полезная вещица. Плывем в другую часть комнаты. Там вон что-то светится. Очень любопытно. Что же? Ого! О, это бумаги летают? И КПК. Голосовой журнал Дегизи номер 9. Катастрофа. Третий ярус мы полностью обыскали. Нам нужно теперь попасть как-то на второй. Лестницы туда нету. Значит, нужно найти пробойну. Вот он, этот второй ярус. Как туда нам попасть? Второй ярус это лаборатория. Наверняка здесь разбито стекло где-то. А, подожди, вон там лестница есть. Я ее просто не заметил. А вот она и лесенка. Все, мы на втором ярусе. Я здесь вижу яйцо существа. Какое забавное существо. Заберем. Вижу здесь микроскоп... О, оранжевая скрижаль! Офигеть, как мне фартануло. Я-то думал, я ее полгода буду искать. Забираем. Микроскоп не рабочий, поэтому нефиг его брать. У меня они уже есть на базе. О, КПК. Голосовой журнал Дегезии номер 8. Принятие риска. Кроме разбитого оборудования и неработающего здесь больше ничего нет. Валим в нашего крабика. Оранжевая скрижаль у нас в руках, поэтому возвращаемся обратно в пещеру и попробуем зайти на инопланетную базу. Мне вот липопытно, а где же Дегезия достала эту оранжевую скрижаль? Наверняка она здесь где-нибудь валялась в рифах, как и пурпурная скрижаль на пляже того острова. Инопланетяне такие неряхи? Настал час икс. Что же скрывается за этим защитным барьером? Значит, вставляем сюда скрижаль. Вот так вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Заходим. Это еще одна исследовательская база. Здесь очень много костей. Инопланетный стенд с образцом кости. Костя, я так полагаю, из того скелета, которого мы обнаружили снаружи. О, бортовой компьютер инопланетян. Давай почитаем. Репродуктивные данные по фауне. Обширные данные о местной фауне с особым акцентом на репродуктивные методы. Синтезированы основные выводы. Инопланетяне обнаружили на планете только один пол. Нифига себе, а как они тогда размножались, если тут всего один пол на этой планете? Они наблюдали за организмами, ведущими бесполое размножение. Все здоровые особи проверены на способность откладывать яйца. Яйца обычно требуют генетический материал другой особи. Однако, в редких случаях требовался только один родитель. А эволюционная мутация получалась под воздействием самой окружающей среды. Исследования, по-видимому, были сосредоточены вокруг инкубационных условий и генетических вариаций между родителями и ребенком. Офигеть. Вот это новость я узнал. Оу. Это что у нас за ворота тут огроменные? И три ионовых куба. Я их могу собрать? Могу. Тогда я и заберу. Пусть будет. Инопланетное исследовательское оборудование. Оу-оу-оу, оборудование мне нужно. О! Еще одно яйцо. Такое я нашел на базе Дегезии. А вот это оборудование я могу отсказить. В принципе, это и так видно и очевидно, что это стол для исследований. Возможно, на нем даже проводили вскрытие. Ты посмотри, какие здесь лазерные резаки, которые как раз-таки вскрывали и исследовали какую-то живность, которую клали на этот стол. А тут у нас что? А здесь образцов нету. А вон там есть пузырик. Что это у нас здесь? Ааа, это тот самый налет, который был на скелетах. Надо бы это отсканировать. Ну вот, в принципе, и все. Мы исследовали эту часть. На самом деле, я думал, что я здесь найду голубую скрижаль, но здесь ее не оказалось. И это, я тебе могу сказать, очень печально. Это значит, что нам нужно еще одну инопланетную базу найти. Здесь мы все с тобой отсканили и зачистили. Возвращаемся к нашему циклопу. Ах ты, долбанный телепортер! Не дает мне убежать! Лови, Стази, с винтовкой! Не понял. А куда он делся? Засал и убежал. Ну вот. Как обычно. О! Здорово, братюнь. А это что такое упало? Это еще одно яйцо какое-то инопланетное? Взять инопланетные фекалии. Это вот эти вот топтилы. Здесь, получается, сосут землю. И срут. Ну че ж, давай возьмем. Может быть, изучим потом, думаю. Или, может, куда пригодятся, я не знаю. В принципе, я думаю, что вот этим вот очень классно заряжать биореактор. Смотри, сколько здесь топтунов. Так, давай-ка подхилимся, а то вдруг они меня сейчас тут легнут. А это, знаете ли, не очень щикотно. Ребят, вы что тут топчетесь? Опа, смотри, что это там. Это залежи сланца. Я понял. Ура! Император Мори, я нашел тебя. Да, я поскорее в тебя залезу, а то меня телепортер преследует. Вон он бегает. Засранец. Надеюсь, из циклопа он меня не сможет достать. Так, сперва нам нужно забежать в хранилище. Освободить сумку. В том числе от фекалий. Кстати, а почему свет включился? Я же вроде его отключал. Ладно, что. Заводим движок и погнали отседого. Двигатель запущен. Как мне нравится, как эта махина заводится. Всплываем на поверхность, товарищи. Давай, давай, давай. Поднимай свой зад. Жирненький. Мы сейчас возвращаемся с тобой на базу, потому что энергии у нас у циклопа 16%, это очень мало. Нам нужно подзарядиться. Вот это потемки, надо свет включить. И лучше гидролокатор еще. Вот так получше. В общем, мы возвращаемся на базу, чтобы сделать некоторые улучшения для циклопа и для краба. Мы ведь достали кристальную серу, которая нам очень нужна была. Ну а после отправимся исследовать новые части этой планеты, чтобы найти еще одну базу, где, возможно, находится голубая скрижаль. Ну а на этом все. Если тебе нравится, то с тебя лайкос и комментос под видос. Не забывай подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Тебе спасибо за просмотр, удачки и пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok